Синтезатор Нагрузка на ребят возрастает в разы. Сначала разучивают произведения на классическом инструменте. Потом изучают особенности для электронных клавиш. Конечно, выучить два произведения плюс два этюда за полугодие на экзамен и еще три произведения по синтезатору, конечно, очень сложно. Потом свои особенности. Я всегда спрашиваю на Владиславной о штрихах. Потому что я, например, не знаю, это же она придумывает, ноты мне даны, а штрихи-то какие там особенности есть. Юнона Владиславовна, педагог-аранжировщик, все тонкости учитывает и разъясняет. Когда-то малоизученный инструмент поразил ее безграничными возможностями. Он очень многогранный. В нем очень много возможностей появилось. Мы можем на нем услышать тембр флейты, всего оркестра, саксофона, духового оркестра, симфонического оркестра. Это добавляет новые возможности. Сам инструмент и его универсальность привлекают юных музыкантов, говорит педагог. Главное сделать качественную аранжировку и подстроить под ребенка. Ее коллеги считают, ребят притягивает именно мастерство учителя. Пианисты классики, которые в нашей школе занимались просто спецфортепиано, семь человек освоили синтезаторы. Они занимались на курсах повышения квалификации, у них есть специальные дипломы, они загорелись этим. Но центром всего этого направления Юнона Владиславовна Будункова. Она и аранжировщик, у нее абсолютный слуг, она прекрасно чувствует оркестровое начало, она и сделала вот этот сборник сама от начала до конца. Выпуск сборника лишь начало. В Большевиземской школе уже целая плеяда призеров музыкальных конкурсов. На подходе следующий выпуск – сочинение для синтезатора в аранжировке Юноны Будунковой. Но без поддержки коллег и ежедневной командной работы ничего бы не получилось, уверена педагог. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.